В 51-й запорожской школе появятся инклюзивные классы. Дети с инвалидностью смогут учиться наравне со своими сверстниками в обычных учебных заведениях. Чтобы работать с особенными учениками, педагоги проходят специальную подготовку. Завершился второй этап занятий. На закрытие тренинга приехала первая леди страны Марина Порошенко. Запорожский национальный университет. Около 12 часов дня тренинг по инклюзивному образованию в самом разгаре. На занятия приехали около 300 преподавателей из полсотни школ области. Здесь делятся опытом и учатся работать с особенными детьми. На тренинг прибыла и заместитель декана факультета иностранной филологии одного из местных вузов Нина Захарова. Говорит, не первый год интересуется инклюзивным образованием. Занятия проходили три дня. Поздравить педагогов с завершением. Второго этапа тренинга прибыла первая леди страны Марина Порошенко. Ознакомилась с работой в группах, вручила участникам занятий сертификаты. Запорожская область стала пилотным регионом, на базе которого будет отрабатываться внедрение инклюзивного образования. Программа рассчитана на три года. Дуже важно сказать, что это будут разработчики практические материалы, что до научения детей с инвалидностью. Будут также разработки методики и прозорого финансирования этой программы. На нас лежит очень большая ответственность в том, что на базе нашего пилотного проекта будет разработана комплексная национальная система, которая включит в себя все. Невозможно отработать теорию, надо будет отрабатывать на практике. Практика, я думаю, даст еще более дополнительные аспекты для внедрения. Инклюзивные классы создадут в 51-й запорожской школе, 19 из которых откроют двери для 32-х особых первоклассников. В прошлом учебном году в регионе работали 4 инклюзивные школы с 9 такими классами.